мы продолжаем наше видео обращение названные нами из первых уст теперь мы хотим показать как живут наши фермеры как простые люди наши живут мы уже показывали нескольких видео обращениях теперь обращение от фермеров представиться надо ну я позже помню это александровна мы с мужем фермеры уже работаем значительное время больше 20 лет вот на этой кубанской земле благодатной ну и наверное если вы посмотрите вокруг меня вот это и есть то что то что составляет нашу гордость нашу крестьянскую радость хорошая птицефабрика замечательные у нас траус это то что радует душу прекрасная усадьба ну и конечно замечательная природа вот которая нас окружает если говорить о том что состоялись ли фермеры ну наверное глядя на всю эту красоту можно говорить да вроде бы фермеры в россии состоялись то есть есть этот расклад как группа как успешные предприниматели но если говорить серьезно я всегда говорила что мы не фермеры мы просто бедные золушки и у каждого из этого из этой золушки есть свой час расплаты и вот он этот час расплаты договор аренды то есть все фермеры арендуют так или иначе землю у нас как у всех фермеров есть арендованная земля есть немножечко собственная вот я могу вам сказать что мы живем в станице родниковской это не самая благодатная земля на которой можно было выживать многие фермеры я могу сказать значительная часть фермеров она разорилась потому что земли маломощные земли бедные выживать на них действительно очень сложно что нам помогало выживать то что мы прекрасно понимали что на этой земле выжить конечно же невозможно и нужно что-то делать такое чтобы нам помогала выживать просто переработка птицефабрика это вот то что держит наше хозяйство на плаву иногда случается что очень сложно продать зерно тогда мы работаем на этом зерне и прекрасно получаем прибыль выращиваем птицу собственно и земля нам это нужно для того чтобы заниматься птицеводством и вы знаете вот казалось бы казалось бы человек более 20 лет создает материальную базу знаете наверное это вот как плацдарм для наступления то есть ну невозможно победить врага не создав что-то что тебе поможет вот на самом деле борьба за урожай это на самом деле действительно серьезная борьба вот борьба за выживание вот мы создавали базу мы покупали технику мы строили зернохранилище мы покупали и строили птицефабрику поставили прекрасное оборудование новое современное качественное оборудование создаем рабочие места и и казалось бы что мешает человеку выживать в этом государстве вы знаете вот сейчас наверное все ответят хором наша власть власть бессовестная циничная ничего не представляющая и не не думающая о будущем я не говорю о будущем нашим на своем будущем способны позаботиться сами это власть которая не будет не думает о будущем своих собственных детей потому что в этом государстве вот при таких законов при таких порядках при таких чиновников выжить невозможно наш час расплаты наступил в этом году заканчивается договор аренды на эту землю в массе своей многие фермеры продлили договор аренды как я вам расскажу вот может быть нам немножко помешает работа есть работа дело в том что в районе создан фонд социально-экономического развития сурганинского района потрясающим образом вдруг по мановению вашей волшебной палочки фермеры понесли туда не десятки а сотни тысяч рублей давайте себе представим фермеры которые еле выживают фермеры которые создают материальную базу фермеры которые покупают технику как правило в кредит и вдруг берут кредиты и сдают в этот фонд десятки, не десятки, нет десятки никого не интересуют сотни тысяч рублей вот ну и таинственным образом происходит чудо как только они сдают в этот фонд деньги тут же подписываются продляются договора аренды ну и соответственно чудес так мало в жизни те кто не сдают в этот фонд договора аренды не продляют вот вот такие чудеса достойны как бы близкого рассмотрения знаете вот на мой взгляд это не просто это такой общак такая нормальная форма отъема денег у фермеров то есть никто тебя не заставляет никто тебя не принуждает ты добровольно идешь добровольно узнаешь этот счет и добровольно туда сдаешь денежки ну и потом вот чудеса на свете бывают потом вот начальник управления сельского хозяйства решает твой вопрос ну просто легко и просто да оказывается ты имеешь право работать на этой земле и только те фермеры которые почему то не удосужились создать номер счета и не сдать туда деньги вот эти фермеры как раз не получают как раз этим фермерам не продлевают договора аренды на новый срок это в нарушении законодательства а мы знаем когда один и тот же закон чиновник может применять то есть практика применения одного и того же закона разная то есть одному фермеру продлевают другому не продлевают на мой взгляд это создает прекрасное коррупционное поле то есть чиновник такой вот князек который решает кто будет работать на этой земле кто не будет работать на этой земле мы не просим замечательную землю у нас земля самая плохая но мы на ней выживали вокруг этой земли уже вырастают деревья которым десятки лет то есть фермеры разорились фермеры бросили тем не менее нам не дают аренду я думаю что можно нам посмотреть да эту замечательную нашу землю да мы сейчас проедем это вот у вас это птицефабрика да? да мы 30 тысяч голов птицы выращиваем 15 тысяч один корпус 15 другой а это у нас кормозце и зернохранилище вот мы заготовили немножко стену мы вот только сейчас находимся на территории 100к колхоз Маяк это бывший колхоз я могу сказать что практически все корпуса многих ферм они разобраны уничтожены ну и могу говорить что это единственный вот оставшийся из советских времен в нетронутом виде комплекс где еще что то выращивается ну фактически у нас нет ни коровников на территории нашего колхоза которые были у нас нет ни свинарников вы знаете вот это единственная птицефабрика которую удалось сохранить да которую удалось сохранить и что то из нее сделать не осталось не только поголовья скота не осталось в принципе строения строения разбираются уничтожаются то есть это тактика какой то выжженной земли остается на самом деле только земля уничтожается даже вот сама мысль о том что там что то можно будет выращивать то есть я не могу представить себе чтобы это вот все из пепла потом поднять то есть легко уничтожать но потом как это будет создавать ну мы сделаем репортаж об этих развалинах которые делает сейчас вы знаете я просто я могу представить что я не знаю как вот люди которые там работали это все могут пережить понятно ну что давайте проедем на вашу землю там посмотрим поездников николай николаевич фермер один из первых в районе я начинал свое фермерское хозяйство открыла вот в этом году на этой земле закончилась у меня срок аренды земли я на ней работал 15 лет вот рядом поле я вам покажу люди бросили потому что это галичник никто не выдерживает экономически невыгодно работать на ней ну мы однако работали ухаживая за землей никогда не было нам у нас претензий власти к моей работе то есть замечаний никаких не было ну вот в этом году отказали продлинию аренду не объясняя ни почему то есть не объяснив мне почему не продлили договор аренду то есть я считаю что это незаконно вот мы обращаемся в прокуратуру и дальше пишем письма ну пока никаких рыбок то есть прокуратура не реагирует на ваше заявление ну к сожалению знаете начиналось с того что нам какие-то непонятные согласования предлагали сделать пойти к главе нашего поселения то есть провести какие-то согласования мы писали жаловались в прокуратуру на каком основании то есть когда знаете появляются дополнительные какие-то препятствия на пути допустим заключения договора аренды возникают какие-то недобрые мысли о том что создаются какие-то коррупционные схемы на самом деле мы считаем что действительно это так потому что если человек добросовестно выполняет свои обязанности как арендатор и к нему нет никаких претензий то есть я думаю что вопросов по продлению договора аренды не должно было быть тем более мы говорим еще раз что эта земля не самая замечательная то есть многие фермеры да собственно практически все за небольшим исключением фермеры разорились на этой земле и так получается что у нас в предгоре земля каменистая не самая хорошая мы выживаем благодаря тому что наше хозяйство многоотраслевое птицеводство плюс еще землезелье вот таким образом у нас есть единственный шанс я считаю что нам эта земля действительно нужна потому что мы можем и улучшать плодородие почвы благодаря тому что у нас есть специфабрика и мы можем дальше продолжать эффективно работать на этой земле по крайней мере она не будет стоять и зарастать не просто буренами а деревьнями что такое потом корчевать эти земли похожи эти земли по крайней мере я думаю один раз увидеть и все понять можно вот рядышком буквально вот сейчас сечем вот эту дорогу вот эту лесополосу и вы увидите там уже растут деревья на полях ну давайте пройдем посмотрим это землеброшено много лет там растут не просто кустарники там растут деревья этого пересекаем буквально 2 минуты и начинается это вот те земли которые это пахотные земли были пахотные и стали сейчас заброшенные да однако они ни на что вам отказывают тем не менее да казалось бы мы сохраняем по крайней мере сохраняем плодородие почвы мы сохраняем землю вот это лес это лес это пахотные земли это вот деревья на месте вот этого леса когда-то было пахотное поле да и танки среда здесь выращивали урожай там это не одно поле там не зайдешь это не одно поле действительно все вот таким образом зарастало так и безусловно да тут видно 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 ой ну может не надо уже туда идти Наталья Александровна вот так везде все одинаково скажи что не ну мы можем любого человека провести на это место и показать то есть на этом месте где мы стоим уже было поле да? да естественно это все было поле это было поле то есть это вот мы видим наглядный пример отношения нашей власти к земле и к фермерам которые готовы обрабатывать эту землю давайте здесь остановимся ну и как бы подводя итог нашего вот видео как бы обращение да фермеров к власти вышестоящей чтобы обратили внимание не только на простых граждан то есть есть люди которые могут подтвердить конечно, что они не продлевают договор аренды хотя это крепкое, сильное хозяйство им не дают ни субсидий не выдают, если не подписал с администрацией дополнительное соглашение о выделении средств не дают солярку льготную не продлевают договор аренды то есть блокируют полностью люди берут кредиты покупают технику вкладывают деньги в производство и оставшись без земли что они будут делать? можете себе представить, то есть люди рассчитывая на то, что они работают и живут на земле на то, что они живут в адекватном нормальном государстве они думают о будущем, им приходится брать кредиты но в любом случае им приходится там обновлять технику они создают базу вот такие базы, как у нас вот, и в один прекрасный день оказывается, что у тебя нет земли вот как должен себя вести человек наверное, тут есть два варианта ты поползешь, невзирая на свою гордость на коленях к чиновнику и скажешь, сколько тебе нужно вот, есть другой вариант ты откажешься, и тогда ты останешься без земли то есть ты откажешься вести себя так как вот не подобает вести себя человеку вот мы считаем, что это вот просто бессовестная коррупционная схема отжать для вот этих денег и всех то есть ваше обращение можно считать как обращение в генеральную прокуратуру в следственный комитет в антимонопольную службу обязательно вот, президенту нашему губернатору Ткачеву чтобы он тоже обращал внимание немножко не только занимался своей олимпиадой ну и, как бы, закончим, да, на этом я все-таки надеюсь, что мой дед не зря воевал с фашистами я думаю, что я живу на своей земле и у меня есть право на этой земле работать тем более, что вы создаете рабочие места тем более, что да, тем более я начнем с того, что мы ни у кого ничего не просим мы кормим своей семьей достойно вот, и другое дело, что мы помогаем тоже другим людям которые остались действительно у нас останется, вы прекрасно знаете, что у нас останется у нас бабье царство, потому что все мужчины у нас семьи неполные все мужчины работают за пределами поселения вынуждены работать за пределами так как бросают семьи, семьи, неполноценные а что дитю остается, допустим, с мамой которым нужно внимание отца и воспитание отца что дальше с него вырастет? кто он будет? гражданин нашей страны или преступник? ну вот, разводя вокруг себя преступников мы как раз и делаем то, что сейчас делает местная власть эти жулики и воры, как мы их называем все ну это мое личное мнение вы знаете, это не личное мнение к сожалению, я могу сказать, что многие солидарны потому что на самом деле зарабатывать своим честным трудом в нашей стране становится гораздо сложнее а коррупция все выше и выше на самом деле, да и вот одну из коррупционных схем я могу сказать, что не все озвучили это новое, то есть новое такое ноу-хау я надеюсь, только Пурганинского района я боюсь, что подхватят это все другие чиновники то есть из других районов как красиво получается да, придумал такую схему и вроде бы ты чистенький но зато вот денежки несут просто в очередь становятся несут никто за них не отчитывается тем не менее, за этот фонд никто никуда не отчитывается эти денежки используются одно дело, это же не бюджетный фонд за бюджет там, допустим, чиновники там есть и внешние проверочки там есть и отчеты о исполнении бюджета бюджетные деньги это сложно то есть их можно уворовать это делается, конечно, все мы это знаем, да там схем тоже много и откатывает всего а вне бюджетные фонды это вообще сам, это колондарь для чиновников и не зря люди несут в такой форме несут эти деньги я думаю, что если проверить когда человек берет кредит и тут же вносит вы представляете, какой патриотизм человек берет кредит и тут же вносит в этот фонд деньги а потом выплачивает а потом годы пройдут чтобы он выплатил эти кредиты раньше еще была такая схема значит, мы подписывали договор вынуждены нас заставлять подписывать договор с администрацией о совместной деятельности да, о совместной совместной деятельности интересная такая была значит, формулировка мы обязаны были с каждого гектара сдать 200 кг пшениц на элеватор я слышал об этом у нас есть эти бумажки которые мы подписывали но тоже та же самая ситуация куда эти деньги делись сдали все фермеры там столько тысяч тонн зерна ушло и никто не знает куда то есть сегодня другая сия и никто не ответил не отчитался куда делись эти деньги я думаю органы, которые призваны следить за законностью в нашей стране обратят внимание на это видео заинтересуются все документы, подтверждающие ваши слова у вас, естественно, есть да? есть, сразу нет поэтому я могу сказать, что есть люди, которые таким же образом по такой схеме отказались работать и они тоже отказались в этом то есть они тоже ну, на этом мы заканчиваем наше видеообращение огромное спасибо я надеюсь я надеюсь я все-таки оптимистка рано или поздно Россия будет страной в которой можно будет честно жить честно работать я думаю, что рано или поздно просто по-другому мы не можем большое спасибо вам за вашу активную жизненную позицию чтобы вы не промолчали не испугались как все остальные вот если в нашей стране хотя бы половина людей было бы таких смелых и отчаянных скажем как вы да отчаянные да то у нас жизнь была бы гораздо бы лучше потому что потому что на самом деле я могу сказать что мне страшно так же как и страшнее всего мне думать о том что мои дети живут в этой стране вот в этой стране которую я и москва все большое спасибо вам до свидания